В легкоатлетическом манеже сегодня на самом деле жарко, и я не о погоде. Сегодня здесь собрались самые яркие представители молодежной жизни города. Хип-хоперы, граффитчики, воркаутеры. Вы думаете, как таких активных можно собрать на одной сцене? Я вам отвечу. Это Шумкен Джастарфест. Как собрать столько творческих людей на одной сцене? С этой задачей прекрасно справился молодежный фестиваль «Шумкен Джастарфест-2016». Больше сотни молодых и талантливых жителей города приняли участие в дружеских баттлах в самых разных направлениях уличной культуры. Открытие фестиваля началось с танцевальных номеров. Баттлы среди исполнителей хип-хопа проходили целый день. Этап за этапом выявляли самых лучших танцоров. Я хип-хоп танцую очень давно и мне нравится. Сегодня очень крутой фестиваль получился. Побольше бы таких. Танцевальные поединки прошли по нескольким направлениям. Среди профессионалов и начинающих. Больше всего зрителям понравились яркие и зажигательные номера в исполнении самых юных участниц хип-хоп-баттла. Субтитры подогнал «Симон» За стенами легкоатлетического манежа фестиваль продолжился арт-конкурсом. В нем сегодня соревнуются граффитисты Шумкента. Тема свободная. Несколько художников рисует все, что только придет в голову. У граффитчика Дмитрия Яковлева две любимые темы – красивые лица девушек и изображения львов. Сегодня он решил объединить их на одном полотне. Я всегда рисую женское лицо, как правило. Поэтому в этот раз я решил себе не отказывать в удовольствии нарисовать женское лицо. К тому же там кусочек льва. Тоже обожаю их. Сколько людей, столько мнений. Сколько мы рисуем, на самом опыте знаем, что люди по-разному оценивают. Кто-то поддерживает, кто-то говорит, что это вообще полный ерундал, чтобы ушли работать на завод там или еще куда-то. Но мы считаем, что наша миссия – это развивать культуру, украшать город. Вот именно поэтому мы этим и занимаемся. Прыжки с высоких тумб, различные виды сальто. Самыми экстремальными на Шумкентже Старфест оказались соревнования среди паркурщиков города. Этот вид уличной культуры подразумевает нестандартное преодоление препятствий в городских условиях. В Шумкенте этот экстремальный вид спорта только набирает популярность. Когда я был маленький, у моей сестры друзья паркуром занимались. Я смотрел на них и тоже он начал заниматься. Он меня вдохновил. Он очень медленно развивается, но мы хотим, чтобы паркур Шумкентже тоже был у нас. Нужно, чтобы построили больше площадок, тогда будет больше людей. И куда же без воркаутеров. Молодые парни привычно показывают возможности человеческого тела. Они сошлись в баттлах на брусьях, турниках и перекладинах. Организаторами фестиваля выступило Управление по вопросам молодежной политики Южно-Калавстанской области совместно с Молодежным общественным объединением Байтирек. Цель Шумкентжа Старфейс 2016 обратить внимание властей города на развитие уличных культур. Наши мероприятия – это как пилотный проект «Старт», чтобы их было больше, это раз. И чтобы между управлением по молодежной политике и этими направлениями была какая-то взаимосвязь. И молодежная политика выделяла какие-то средства, организовывала такие мероприятия почаще. Почему? Потому что как часть молодежная политика здесь, на улицах, она есть, и ее надо развивать. Дружеские баттлы прошли еще по нескольким направлениям уличной культуры, таким как брейк-данс или фриран. По их итогам были выбраны победители во всех номинациях. Они разделили между собой призовой фонд в 450 тысяч тенге. Неповторимая атмосфера в кругу талантливых и активных молодых людей города на Шумкентжа Старфест дает надежду на то, что такие фестивали станут постоянными в нашем городе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА